Из полутора миллиардов рублей дополнительных средств из федерального бюджета почти 400 миллионов Самарская область потратит на совершенствование новой системы обращения с отходами. Эта задача одна из приоритетных на федеральном уровне. Особое внимание ей было уделено на заседание совета при полномочном представителе президента в ПФО, в котором принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Необходимо обеспечить ликвидацию свалок, рекультивацию территорий, на которых они размещены, а также создать условия для вторичной переработки отходов. В Самарской области в рамках реализации проекта формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами будет проведено 16 мероприятий по строительству и реконструкции объектов сортировки и переработки ТКО. Это экотехнопарки, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции. Свой вклад в работу по нацпроекту готовы внести и региональные парламентарии. Абсолютно уверен, что если мы к этому обратимся все, в том числе исполнители власти, в первую очередь, если законодатели власти, мы депутаты, должны с народом больше работать, то мы наведем порядок. В конечном итоге мы должны направлять мусор на пользу человека, понимаете, если на Западе, видите, какой процент мусора идет на пользу человека. Еще одна важная тема для обсуждения – новый закон о дольщиках. Его на рассмотрение еще в начале июня внес министр строительства региона Евгений Чудаев. Документ должен защитить и инвесторов, и застройщиков от возможных рисков. Региональные депутаты обратили внимание на то, что при строительстве жилых домов сразу должна учитываться необходимость создания инфраструктуры от детских садов до медицинских учреждений. Пока законопроект находится на стадии обсуждения, другая тема, которая касается практически каждого – переход на цифровое вещание. За три недели на горячую линию поступило около 20 тысяч звонков. Заявки на помощь волонтеров оставили почти 9 тысяч человек. По всей области установлено 135 передатчиков. Это в 3-4 раза больше, чем было во время аналогового вещания. Увеличение количества передатчиков привело к тому, что сегодня можно или нужно даже в отдельных населенных пунктах изменить ориентирование. К нам на горячую линию поступают такие обращения. Показывает, что надо антенну просто провернуть в другую сторону. Если аналоговое вещание шло с одной стороны, то теперь передатчик находится немного в другой стороне. Жаркую дискуссию у депутатов вызвал законопроект о штрафах за парковку на платных стоянках в Самаре. Депутаты требуют провести предварительную работу. Второе – это организовать схему, представить ее для широкого обсуждения, где будут у нас бесплатные и где будут платные стоянки. Определить, какой период времени должен находиться гражданин, за что он будет оплачивать. Ну и последнее – наличие многоуровневых парковок. На создание в областной столице платных парковок до конца года наложен мораторий. Депутаты не исключают, что его действия они продлят и дальше. Анастасия Зубрева, Алексей Гриднев, Новости губернии.